Всем привет! Под прошлым роликом по лору больше всего комментариев было оставлено за Девитов, за то, чтобы мы разобрали этот загадочный древний народ из мира SCP. Информации о Девитах изначально не было ни в одной исторической книге или хронике. Археологи не находили никаких предметов с ними связанных. В культуре ни одного народа не было ни одного упоминания. Так было до тех пор, пока не активизировался артефакт под номером SCP-140. SCP-140 это аномальная книга, в которой гораздо больше страниц, чем может вместить ее переплет, и которая пишет сама себя любой доступной жидкостью. Чернилами, красками, но особенно любит она такое красящее сырье, как кровь, своего читателя, заставляя писать себя этой субстанцией, подобно тому, как это делает и другой артефакт SCP-012. SCP-012 и SCP-140 вообще сильно связаны, но все же эти два предмета дают начало разным сюжетным ветвям. Поэтому в этом видео я буду говорить только о том, что выходит из книги SCP-140. О происхождении этой вещи известно немного. Фонд знает, что книга была издана загадочным богатым человеком, известным как SCP-140-а, встречу с которым описывает рассказ «Визит». Сам этот человек описывается как полуматериальная сущность, по желанию принимающая вид человека в дорогом костюме, которая утверждает, что существует с древних времен. Из рассказа «Экомплитед Хроникл» становится ясно, что фонду SCP удалось поймать и автора этой книги. Автором оказался аномальный человек, которого фонд содержит под номером SCP-3059 по имени Сэм Майклз. Аномальная способность которого заключается в том, что он влияет на все тексты вокруг так, что в них появляются упоминания Сэма Майклза, вымышленного персонажа во всем похожего на самого SCP-3059. Непонятно, пишет ли Сэм таким образом свои истории или это происходит само по себе, но сила его такова, что он добавил множество упоминаний Сэма Майклза даже в саму документацию фонда, так что стало непонятно, где говорится о том человеке, которого задержал фонд, а где о вымышленном парне Сэме, хотя может никакого Сэма и не было изначально. И весь документ про него это лишь издевательское влияние на базу данных фонда той сущности, что пишет кровавую книгу. Сама же эта книга, та что SCP-140, постоянно наполняется изображениями монстроподобных персонажей, совершающих различные дикие ритуалы, описаниями никогда не происходивших войн и катастроф. В центре этой истории загадочный народ девитов. Девиты описываются в книге как сильно отличающиеся от людей существа, жестокие и воинственные. Они практикуют мрачные ритуалы и держат людей в качестве рабов и игрушек для своих чудовищных забав. Также люди разводятся ими как сельскохозяйственные животные и употребляются в пищу. Одним из таких рабов был и основатель саркицизма Корцист Ион, о котором я рассказывал в видео по лору саркицистов, оставлю внизу ссылочку. Но главное в этой книге не то, что напишет сама себя и не ее аномальный автор, а то, что появляющийся в ней текст таким образом меняет прошлое реального мира. Что все, что описывается в книге, находит подтверждение в реальности. Появляются археологические находки, доказывающие написанное. То тут, то там находятся предметы цивилизации девитов. Это происходит даже в местах, которые уже были исследованы прежде. То есть материальные свидетельства существования девитов просто появляются из ниоткуда, если они должны быть где-то по сюжету книги. Предметы, относящиеся к цивилизации девитов, удается найти и в различных аномалиях. Например, при исследовании здания из SCP-1726 агентами фонда были найдены вечный двигатель девитов и набор рабских ошейников. По ходу появления текста появляются не только отдельные предметы, но и целые здания, относящиеся к этой цивилизации. Например, в отчете об обнаружении артефакта SCP-3399 говорится, что его нашли в девитском святилище. Позже фонд начал обнаруживать и скелеты девитов, после анализа которых стало окончательно ясно, что эти существа сильно отличаются от людей и представляют собой другой вид. В ходе разрастания летописи влияние этой книги на прошлое оказалось настолько сильным, что появились артефакты, указывающие на то, что практически все народы в древности в мире SCP воевали с империей девитов. Некоторые народы успешно, а некоторые не очень и потому были порабощены. В SCP-4067 артефакты, связанные с девитами, находят даже в Египте, так что добирались они туда. Этот эффект касается не только материальных предметов. Есть несколько рассказов, где показывается, что SCP-076-Авель помнит, как когда-то сражался с девитами, рвал голыми руками и их жрецов и валилых идолов. Есть еще объект SCP-2131, где главный персонаж этого объекта Антипапа также утверждает, что боролся с девитами во времена Средневековья. То есть, или сами Авель с Антипапой тоже являются порождением этой книги, или она способна создавать не только материальные предметы и существ из несуществующего прошлого, но и воспоминания. После того, как фонд осознал угрозу, исходящую от SCP, он надежно запер ее в одной из своих камер содержания, не подпуская к ней никаких красящих жидкостей. Главная задача — это не допустить того, чтобы страшная книга была дописана и события в ней дошли до настоящего времени. В том, чтобы книга не была дописана, заинтересованы буквально все в мире SCP, в том числе и злодейские саркицистические культы. И поэтому даже в каноне вселенной Звонаря, которые про постапокалипсис в мире SCP, есть рассказ о Dressing the Second, в котором Лорд в маске, который получился путем слияния SCP-682 неуязвимой рептилии и SCP-035 маски одержимости, рассуждает о том, что он настолько могущественен, что не будет убит, даже если книга SCP-140 будет дописана. Из чего можно сделать вывод, что нарушение условий содержания SCP-140 не происходило даже после конца света. На данный момент книга дописана до того момента, где карцист Ион с последователями поднимает восстание людей-рабов, которое заканчивается крахом империи Девитов. Однако написанное в книге всегда заканчивается крахом их империи, но каждый раз, когда книга продолжает писать себя, оказывается, что крах был неполным, и страшная империя возрождается и продолжает свое существование. Судя по тому, что во многих объектах SCP описывается победа над Девитами, в прошлых вариациях недописанной книги из SCP-140 их империю громили и машины культами Хан, и Авель, и многие другие. В самом объекте нет подробностей о том, что же именно написано в книге. В объекте указано только то, что цивилизация Девитов появилась в центре Южной Сибири, но про этот текст существует огромное множество рассказов, из которых можно узнать немало деталей. Для начала открываем рассказ About the Beats от Сани Клокворк и видим, что империя Девитов появляется на землях, на которых когда-то жил народ SCP-1000. SCP-1000 это, кстати, снежный человек в мире SCP, и теперь мы знаем, что снежный человек живет тоже в Центральной Сибири. И, кстати, снежный человек по сюжету SCP мог также манипулировать плотью, то есть, возможно, умение саркицистов, которое они позаимствовали у Девитов, самими Девитами было позаимствовано как раз-таки у снежных людей SCP-1000. Из SCP-2573 становится известно, что по большей части культура Девитов развивалась на территории Монголии. И, наконец, в рассказе «Антропологический подход к саркицизму» говорится, что первые сообщества саркицистов, которые появились сразу после свержения Девитов, жили на западе Уральских гор, где фонду удалось обнаружить следы их существования. То есть, выходит довольно широкая география от Монголии до Урала, а ведь Девитское завоевание доходило аж до Египта, как мы уже знаем. Чуть больше об империи Девитов можно узнать из SCP-392. В этом объекте говорится, что эта империя внутренне состояла из множества относительно независимых городов государств, в каждом из которых управлял Матриарх. А на захваченных территориях в своих колониях Девиты держали местных жителей за скот и управляли соответственно. Так же, как и саркицисты, Девиты отлично умели управлять плотью. В том числе они создали и сам SCP-392, который представляет собой дерево, на котором растут человеческие головы. В SCP-475 есть намек на то, что, по крайней мере, одним из почитаемых божеств Девитов был сам Алый Король. Об этом же часто можно прочесть в связанных лорных рассказах. Хотя не совсем понятно, какую роль Алый Король занимал у них как божество. Вот, например, в The Grand Theological Game написано, что только самые могущественные из Девитских жрецов осмеливались обращаться к Алому Королю напрямую. Что, скорее всего, значит то, что каким-то распространенным божеством для Девитов он, похоже, не был. Однако, взамен на богатое жертвоприношение Алому Королю, тот щедро делился с Девитской цивилизацией своими силами и знаниями. Некоторые из Девитских жрецов благодаря этому приобретали сильнейшие способности. Также, среди рассказов немало повествующих о том, как Девы охотились на людей, устраивали массовые жертвоприношения и просто кушали человечину. Все это в итоге привело ко множественным восстаниям, и после успешного восстания Иона на территории империи Девитов возникло государство саркицистов Адитиум, которое перебило почти всех оставшихся Девитов в этих землях. В текущей версии книги после этих событий осталось всего лишь несколько представителей, с которыми было окончательно покончено во времена средневековой инквизиции, которая просто поджигала их на кострах. Но у нас же тут мультивселенная, в конце концов, и в некоторых мирах SCP-Девита существует и в наше время. Например, в объекте SCP-3799 упоминается один из таких миров. Кроме того, в SCP-2264 при дворе Аллагады упоминается, что Девиты посещают Аллагаду, которая сама по себе находится где-то между мирами, то есть в каких-то мирах Девиты все же существуют. Что же, таков загадочный народ Девитов. Что же еще из лоры SCP осталось неразобранным? Пишите в комментариях, посмотрим. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok